Перейдем к следующей аналогии. Шрила Прабхупада приводил пример также вентилятора. Когда он включен в розетку, то он очень быстро вращается. Когда его выключают, то он сначала замедляется, а потом вовсе останавливается. Он дает этот пример, что когда вы приходите к кришна-косвященному движению и начнете проводить доветенную службу, то это как выключать кришну-косвященному движению и реакциям каждого дня. Шрила Прабхупада приводил в этот пример к тому, что когда человек, он знакомится со знанием кришны, начинает заниматься духовной практикой, то это подобно тому, как он выключает этот вентилятор, лопасти останавливаются и эти лопасти символизируют наши действия и последствия этой деятельности. Когда человек начинает заниматься преданным служением, он все так же совершает какие-то поступки, занимается какой-то деятельностью. Может оказаться, что это та же деятельность, которая была до этого, но на самом деле это большая разница существует между тем, что было до и сейчас. Когда совершается деятельность, в которой нет Кришны, тогда будут последствия этой деятельности. Это точно так же, как фен, он вращается, это действие, деятельность, последствия этой деятельности, последствия деятельности, деятельность, последствия ее. И из-за того, что очень много совершается этой деятельности, соответственно, последствия они так же накапливаются. Когда человек посвящает свою жизнь деятельности занятию преданным служением, тогда этот вентилятор, он останавливается полностью. И мы можем в какой-то момент задуматься, что хорошо, я занимаюсь преданным служением, посвящаю свою деятельность. И это объясняется тем, что эти последствия, это последствия наших прошлых поступков, наших прошлых плохих привычек, которыми мы занимались до преданного служения. Но еще раз мы делаем недвижимость, который преданным служением, которые отсюда улучшают себя, но и есть еще разы, которые люди, как и еще разрушают себя, это постоянно нарушают себя, если кодеку. Улучшение, если я надеюсь, я чувствую, что, как ищут себя, это связано, с помощью доказательности. Причина, по которой преданные, даже те, которые уже долгое время занимаются духовной практикой, они все еще страдают и получают последствия от своих прошлых неблагоприятных поступков, потому что они до сих пор продолжают совмещать эти два вида деятельности. Если, с одной стороны, они служат Кришне, но, с другой стороны, все еще потворствуют своим плохим привычкам. Шаварапада также приводил пример. Свадебная церемония, на которой добиралась одна семья. Она должна была плыть в лодке к месту проведения этой церемонии. Шаварапада. 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 увидели, что находятся на том же самом месте, в котором они сели. И они спросили у лодочника, почему же ты все еще не пересек это озеро? Почему мы стоим еще там, где и были? Он говорит, я не знаю, я всю ночь работал веслами. Но тогда этот лодочник заметил, что он забыл вытянуть якорь. So this is the problem sometimes in spiritual life. If we don't stop our previous bad actions, anything that's unfavorable for our devotional practices, then we won't be moving anywhere. We may chant, we may perform so many different devotional practices, but not move anywhere. И точно так же в нашей духовной практике. Если мы начинаем посвящать, заниматься преданным служением, но все еще держимся за наши прошлые привязанности и привычки, то мы не будем сдвигаться с места, хотя и будем прилагать много усилий. Вот такая вот аналогия была с вентилятором. И, you know, actually, when you think about it, this is what's giving us so much freedom, because when there was this life of action-reaction, it was a very heavy burden on our mind, on our heart, and our shoulders. So mentally, physically, it was such a burden. And when we practice Krishna consciousness and actually follow the regulated principles of freedom as Prabhupada set out for us, then we feel that heavy load disappear. And it's a wonderful experience to be free from that heavy load. На самом деле, если так задумываться, то мы вследствие этого, вследствие практики преданного служения обретаем большую свободу. Это подобно тому, как раньше, если мы жили вот в этом вечном круговороте действий и последствий от этой деятельности, то сейчас, избавившись от этого, мы ощущаем, что избавились от тяжелой ноши, которая была грузом или нашего ума, или нашего физического тела. И, по сути, занимаясь преданным служением и соблюдая четыре принципа свободы, мы обретаем действительно эту истинную свободу от этой тяжелой ноши, которую мы носили до этого.